В Украине снова греко-католики захватывают православные храмы. В Коломее, в День Троицы, униаты при помощи радикалов Черной Сотни ворвались в старинный храм Украинской Православной Церкви, провели там свое богослужение и стали агитировать членов православной общины переходить в униатство. Естественно, не просто так, а вместе с храмом. Хочут, чтобы громада приняла мудрые решения и вышла с подпорядкования московского патриархата. Слушая униатских пастырей, можно убедиться, что их аргументы, напор и логика мало отличаются от речей радикальных политиков. В их воображении священниками УПЦ могут быть только агенты спецслужб. Я, знаете, даже за духовенство не хочу говорить. Может, они иначе уже не могут, может, они завербованы. Ну а сами православные прихожане, даже интеллигенты, настолько примитивны, что не понимают очевидных истин, а именно, что УПЦ – вражеская церковь. Но удивлено, что наши спецслужб, которые даже те, кто себя называет интеллигенцией, поддерживают эту ворожую, ну, что сказать, ворожую церкву в Украине. Продолжают этому ворогу прислуговывать. Служить чужой державе и чужой церкви. Но униаты пошли в наступление не просто так. Фактически, старт захвата храма был дан за несколько дней до этих событий депутатом Коломийского горсовета Игорем Костюком. А участник АТО Василий Кузьмин призвал к силовым действиям против УПЦ. Я обратюсь к участникам боевых действий и к своих боевых повреждений. Беймартицовому спорту в базу комиссии Игорем Костюком. Ну а мотивирует он свои террористические призывы к стремлению справедливости. Участник боевых действий попросить вас установить справедливость в месте по этому вопросу. Точно так же, как Роман Кицелюк, пастырь из УККЦ. Что ж, давайте посмотрим, о каком европейском праве и исторической правде рассуждают униаты. Благовещенский храм в Коломии был построен в 1587 году. Брестская уния была принята через 9 лет, в 96-м. А в Коломии греко-католики появились только в 1700-м, когда православный митрополит Львовско-Галецкий Иосиф Шумлянский перешел в унию. То есть изначально спорный храм 113 лет был православным. Какое-то время истории до советского периода им пользовались униаты. Но значит ли это, что они теперь могут выгонять из храма православную общину, которая молится тут с 1991 года и имеет от власти все разрешительные документы? Если бы до меня в будильню, например, зашел, сказал, что я тут буду жить. У меня есть все документы, а у меня тут какая-то тетка, которые жили 20 лет назад. И я буду тут жить. Ну то как бы это выглядит? Вообще разговоры о захвате храма в Коломии ведутся давно. Священник УГКЦ Михаил Арсенович еще в 2015 году заявлял, что храм нужно у православных отобрать и отдать его униатским воинам АТО. Но два года назад местная власть говорила удивительные и неприятные для униатов слова, что нельзя, мол, без всякой причины просто взять и выгнать православную общину из своего храма. Нужно, видите ли, спрашивать их мнение. Только с дозвола громады сама громада может перейти под будь-який патриархат. И с ними нужно общаться, с ними нужно вести разговору и их переконовать. И снова, где они должны быть и что они сами захочут. Как ни странно, у прихожан Благовещенского храма нет желания переходить в унию. Ни в 2015 году. Я хочу сказать, что украинская православная церковь, христовая церковь. Нет желания переходить и сейчас. Не понимаю неукраинскую мову. Я не христианка, украинка. Я не знаю, что один Господь и вот эта вера. Вы не имеете права забрати. Без Божьей воли никто ничего не может сделать. Но похоже, сейчас мнение православных жителей Коломы никого не интересует. Ведь согласно позиции проуниатских властей, налицо явная несправедливость. У грека-католика в городе всего лишь 20 храмов, а у православных целых два. Потому что если православные сами не отдадут Благовещенский храм, то у них силы отберут все храмы Коломы. Ибо они нам сказали, что если вы не по добру отдастесь нам в этот храм, крови не будет. И мы вам скажем, не чипайте вы ни в соборе, ни в Синяве, ни где. Но если вы не отдастесь по добру, то мы берем штурмом и идем туда дальше. Хотя, может, отец-настоятель преувеличивает? Ведь лихие 90-е, когда униаты разгромили три православных епархии в Западной Украине, захватывали сотни храмов, убивали и калечили православных священников, давно позади. Теперь иерархию ГКЦ проповедует лишь мир, любовь и единение. Наша церковь уже много десятилетий, я бы сказал, даже столетий, делает все для того, чтобы объединить, объединить христиан. Вот и теперь, пока православные пытаются молиться, униаты, используя микрофоны и громкоговорители, с любовью их просвещают, как плохо быть в православии и хорошо будет в унии. Вы все спины будут на лепище в Черных Храме, у нас же, в ряду католицких святений. Вы все обвиняете, святые кремлинские кремли, прислушники русского мира! Они с любовью раздают листовки, в которых сказано, что врагов у настоящих украинцев два – евреи и УПЦ. А также с любовью поздравляют православных с тем, что в их храме теперь будут служить униаты. Сегодня радостная и восстановительница Полумея. А поздравляет их Михаил Арсенович. Слава Украине! Слава нации! Слава нации! Тот самый любвеобильный священник, который несколько лет назад с любовью призывал своих прихожан забыть страх, брать в руки оружие и вешать коммунистов. Слава не может быть иначе и разумов, как шумит наш лес. Шумить наш лес, мотузками на яких повеснуть коммунисты. Шумить наш лес до каждого нашего сердца, закликаючи, возьми до рук зброю и втрать страх. Сейчас Арсенечка, всему прочему, имеет капелланский опыт службы в АТО. А православный храм в Коломии он, видимо, уже считает своим. Они считают себя полноправными владельцами этого города. И, как сказал их священник Арсенечка, что он, чтобы не случилось, все равно захопит этот храм и будет служить в этом храме. Это не я только слышал, это было вчера на заседании круглого стола в Мирской Раде. И все это слышали, и телебачки снимали. Не так давно в Украине умер бывший глава УГКЦ Любомир Гузар. И во всех украинских СМИ активно насаждается тезис о том, каким мудрым и человеколюбивым был этот иерарх. А соответственно, какой мудрой и человеколюбивой является церковь, которую он возглавлял. И в это же время происходят события в Коломии, где уняцкие священники и проуняцкая местная власть разжигают межконфессиональную ненависть, оскорбляют православных верующих, предъявляют им абсолютно нелепые обвинения и грозят силой отобрать у них храм. Храм, в котором они молятся с 91-го года на совершенно законных основаниях. Мы имеем силу, мы можем перекрыть вам полностью доступ к Кирову. Перекреем, и люди не смогут в неделю пойти на службу Божьей. Перекреем, мы имеем силу, не поможет ни полиция вам, ни кто. Приедем масса народу, перекреем все. Слава Украине! Героям Слава! Но так обычно поступают политики, но не христиане. Священники на литургии провозглашают. Горе, то есть небо, имеем сердца. Они учат своих прихожан любви к Богу и людям. Священник, который выходит на проповедь, он мает людину первым делом заспокоить. И мает привезти ее в Царство Небесное. Вести, вернее. А если священник говорит про политику, то это уже не священник. Если он говорит, давайте будем, так как вчера на сессии, то есть в зале заседаний, что говорят, что их нужно посадить на три года. Но чему может научить людей тот же Роман Кицелюк, уняцкий пастырь, который приезжает к реке Иордан, где крестился Христос, чтобы в этом святом месте помахать флагом и спеть гимн Украины? И ведь это не рядовой священник, а всесветлейший декан Коломыйский. Сейчас УГКЦ, спекулируя на патриотизме украинцев, бодро распространяется по всей Украине. Но патриотизм – термин политический. А ведь уняты называют себя христианами, не так ли? А должны ли христиане оскорблять других христиан? Угрожать им? Отбирать чужое? Мы имеем силу, не поможет ни полиция вам, никто. Приедет масса народа, перекроем им все. Если послушать уняцких иерархов, то УГКЦ исповедует мир, любовь и единение. Наша церковь делает все для того, чтобы объединить христиан. Но почему-то в реальности все обстоит совершенно иначе. О рейдерстве своих подчиненных Святослав Шевчук наверняка знает. Знает и молчит. Но молчание, как известно, знак согласия. И скорее всего это согласие означает, что горячую униадскую любовь православные украинцы смогут скоро ощутить не только в Коломее. Субтитры создавал DimaTorzok